Всем ду-ду-ду, добро пожаловать на канал Фоблинкс. Вышла совместная песня Дженни и Уикенда под названием One of the Girls. И, к сожалению, Лили Роздеп. К сожалению, потому что я думал, что это будет коллаб только двоих, а именно Дженни и Уикенда. Не имею ничего против Лили, потому что она поет шикарно. Чтобы вы понимали, она актриса, дочь Джонни Деппа, но при этом она раскрыла в себе вокальные способности и поет она просто шикарно. Я, например, до сих пор слушаю с выхода первой серии I'm a Freak, World Class Sinner. Это просто шикарнейший трек. Теперь я начинаю верить в ту статью Rolling Stone, что Дженни просто используют для хайпа. Вот та самая статья Rolling Stone. Они сообщают, что роль Дженни в сериале The Idol была сильно ограничена, и она была использована для хайпа. У нее было около трех-четырех строк в эпизоде. Они не позволяли ей много говорить. Ее работа заключалась в том, чтобы сидеть и быть красивой. И на самом деле это так, потому что сериал выжил бы и без вставок с Дженни. Но Дженни, спойлер, если вы еще не смотрели сериал или не хотите спойлеров, то будьте осторожны. 3, 2, 1. Дженни играет в злодейку, и на самом деле у нее роль интересная. Хоть ее и мало, но при этом очень интересно, что же произойдет. Это злодей, который появляется в каждой серии по секунд 40, делает что-то. Потом уходит, появляется в другой серии. Но при этом что-то с этим персонажем происходит, и за этим интересно наблюдать. И очень интересно, что же произойдет в конце. Потому что она уже кое-что сделала. Там, даже скажу, снимает для нее клип. То есть, возможно, ближе к концу она займет что-то место. И, кстати, The Weeknd писал, что каждую неделю будут выходить осты песни к сериалу. Поэтому надеемся, что выйдет еще какая-нибудь песня с Дженни. Или, возможно, даже в сольном исполнении Дженни. И еще интересный факт. Дженни фанатка The Weeknd. Возможно, не прям фанатка, но она любила его творчество. Когда она была трене, она часто его упоминала. И даже на одном из прослушиваний исполнила его песню. Это показали в их документальном фильме Light Up The Sky. Также они встретились в 21-м году. Были замечены в Лос-Анджелесе папарацциями. И в мае этого года Дженни посетила мероприятие Calvin Klein. Это бренд, с которым она сотрудничает. Кажется, даже она является их амбассадором. Кстати, еще на этом мероприятии был Чунгук. Он тоже является их моделью. На этом мероприятии были близняшки Симми и Хайс. Это известные диджеи. Они тоже были на вечеринке Calvin Klein в Сеуле. И включили этот совместный трек Дженни The Weeknd'а и Лили Роуз Депп. И получается, что этот отрывок, который с Лили, и есть все появление Дженни в этой песне. Ее максимально используют как артистку. То есть, как актрису и певицу. Потому что в сериале она появляется на секунд 40 максимум. В песне на секунд 20. После того, как вы послушаете, или если вы уже слышали, то вы просто поймете, что Дженни туда добавили в конце. То есть, песня могла быть без нее. Это могла быть просто мелодия. Но, чтобы хорошенько хайпануть, решили добавить туда Дженни. То есть, если прислушаться к песне, то там было идеально и без Дженни. То есть, это песня просто Уикенда и Лили Роуз Депп. Но решили добавить несколько секунд в начале музыки. Туда добавить голос Дженни. И также сделать в конце. И вуаля, добавим больше просмотров к нашей песне. К тому же, Лили Роуз Депп не певица. Поэтому ее еще мало кто, наверное, знает. Поэтому это хороший хайп. Не до конца понимаю, зачем это Уикенду. Потому что он очень знаменитый артист. У него миллионы слушателей. Но зачем-то они очень максимально используют Дженни для хайпа. Если вы смотрите The Idol, то вы понимаете, о чем я. Изначально сериал должен был быть без Дженни. Но позже были дополнительные съемки, пересъемки. Во второй серии даже можно заметить ляп. Дженни там то есть, то там другая актриса, которая изначально была до Дженни. Спустя 5 минут болтовни, давайте слушать песню. Все. Это было 10-секундное появление Дженни в этой песне. В конце у нее снова повторится эта строчка. А так, это песня двух главных персонажей Тедроса и Джоклин. То есть, Лили Роуз Депп и Уикенда. И Дженни, как я говорил до этого, вставили туда просто для хайпа. Возможно, не для хайпа. Возможно, я не знаю для чего. Какие у вас мысли по этому поводу? Для чего пригласили туда Дженни? Хоть и кажется, что Уикенду он не нужен. Но, видимо, все-таки нужен, раз он ее пригласил. Потому что другого объяснения тут нету. Песня Уикенда мне очень нравится. Я до этого не знал его как актера. То есть, я слышал только, как он поет. Я даже не видел его интервью. Я не знал, как он разговаривает. И какой он, в принципе, человек. Роль у него, конечно, так себе. Но песни у него классные. У меня есть несколько фаворитных его песен, которые я сохранил и слушаю по сей день. И очень много его видео можно встретить в ТикТоке, которые подходят под такие атмосферные вечерние видео. Лили Роуз Депп. Я до этого не знал, не смотрел фильмы с ней. Но поет она тоже очень классно. И мне это нравится. В первой серии я даже подумал, что это голос The Weeknd. А это, оказывается, голос Лили Роуз Депп. Я думал, что она просто для сериала поет одну из его песен. Но оказалось, они выпустили новую песню I'm a Freak. На самом деле, все его песни Weekndа очень похожи. Тем более, для сериала он выпустил много песен. То есть, это не специальные какие-то релизы, а просто однотипные песни. Но, тем не менее, даже если они однотипные, то они очень хорошо звучат. И мне кажется, каждая песня найдет своего слушателя. И еще в конце есть общая партия. Но я не понимаю, есть ли там голос Дженни или нет. Как думаете вы, есть ли в последней части голос Дженни? Или там поют только Лили Роуз Депп из The Weeknd? Если вы смотрели сериал Idle, то вы, наверное, понимаете, что ее песни будут такого характера. Потому что, если перевести строчки Дженни, то заприте меня и выбросите ключ. Он знает, как извлечь из меня максимум. Я не сила для всего мира. Продам всю свою жизнь, чтобы просто жить. Такое, знаете, подходит под сериал The Idle. У Дженни здесь очень ангельский голос. Такая нежная. Но при этом, зная Дайан, к Дайанам тоже подходит, к персонажу Дайан. Потому что она кажется таким милым ангелочком, но на самом деле это дьявол во плоти. На вершине мира, но я все еще не свободен. Это секрет, который я храню. Пока он не исчезнет, я никогда не смогу найти покой быть. А если зайти в лирику, то там нет Дженни. Да, скорее всего, все-таки в общей партии нет Дженни. Там только Лили Роуз Депп и Выкинд. А у Дженни вот только окей, тара-та-та-та-та. И все. Только в этой партии она есть. И все, да. Давайте посмотрим, что пишут блинки. А кто-то там еще и возникает, что у нее больше деятельности. Дженни, ты заслуживаешь лучших фанатов. И ее все равно называют принцессой YG. Это как дуэт Выкинда и Лили. Ну такое, типичная песня Выкинда. Я разочарована в треке, зря ждала. Песня идет 4 минуты, а Дженни поет всего 37 секунд. Это выглядит, будто некуда было ее пихнуть. Дали, что было. Издевательство. Зачем тогда такой, в кавычках, хайп, было на выходе этого трека создавать? Очень красивая песня, но так мало Дженни. И то, это партия, которую с Лили. Мне кажется, что это типа продвинуть лучше песню, так как там Дженни. Ничего нового. Да, факт. Он просто на ней словил просмотры и прослушивание. Увидел, как блинки стримят, подумал, так трек точно не провалится. Но голос у Дженни прекрасен. Она украсила песню. В тиктоке только этот момент крутить и будут. Разочарована в том, что так мало Дженни. Просто хайп на ней. Столько хайпа и ожидания, а в итоге все те же несколько слитых секунд, которые все уже слышали. С каждым разом меня, все связанное с Айдол начинает раздражать все больше. Просто использует имя Дженни на полную ради хайпа. Хотя по сути, ее там практически нет. Кстати, локация фото, которую опубликовала Дженни, это звукозаписывающий лейбл музыкального продюсера Майка Дина, который является обладателем Грэмми, и также он хороший приятель Викинда. Достижение песни One of the Girls и самой Дженни. Песня поднялась на 46-ю строчку чарта Мелон, ход 100. Дженни трендится на четвертом месте в поисковике Мелон в реальном времени. После выхода песня заняла второе место в мировых трендах Твиттера, а имя Дженни четвертое место. Ну что ж, на этом видео подходит к концу. Какая реакция на песню у вас? Давайте обсудим новый коллап Дженни все вместе в комментариях. Не забывайте смотреть реакции на сериал Айдол на канале, ссылка будет в описании, и будет отдельный плейлист с реакциями на сериал Айдол. Спасибо за просмотр, до новых встреч.